Для юбки баллон выбирайте ткань тонкую, потому что она должна не спадать и лежать мягкими складками, а не стоять колом. Это важно. Размер должен превышать ваши бедра, то есть юбка должна быть шире, чем ваш объем бедер. И у меня есть отрез. Видите, у него достаточно геометричный повторяющийся узор. Я хочу, чтобы он был непрерывным, то есть у меня место соединения не должно быть видным. Хотя он такой пестрый, в глаза бросаться не будет, но тем не менее. Мне нужно отрезать кусок для пояса. Пояс будет совсем маленький, потому что у меня тонкая резинка, мне хватит. То есть пояс в этой юбке не главный, он такой номинальный, поэтому вот этого пояса, такой толщины достаточно. Мне нужно небольшой кусок сбоку. И выбираем слева или справа, чтобы рисунок не прерывался. И если я вот так отрежу, значит пояс будет совсем маленький. Хватит мне такого кусочка? Мне такого не хватит, значит беру с другой стороны. То есть вот такой кусок много, но зато точно пока она на прошивку, то есть вот придется резать с этой стороны. Значит с этой отрезаю так, чтобы был запас на шов. Я большие запасы не делаю, складываю, отмечаю и отрезаю линию на пояс, так чтобы у меня узор не сбивался. И прошиваю шов, то есть на пояс откладываю часть и сшиваю в трубу мое изделие. Зашила. Вот он шов. Попыталась максимально совместить. Шов обязательно отутюжить. Обязательно отутюжить, потому что это в вязании у нас утюг. Под вопросом отутюжка в шитье обязательно. Так, чтобы было максимально гладкое полотно. Ну вот совместила как могла. Теперь эту трубу, которая у нас получилась, складываем пополам. Место сгиба это линия низа. Место, где у нас соединяются, вот они пополам, двойная труба. Изнанка уходит внутрь. Снаружи у нас сама, собственно, юбка. И осталось нам всего лишь заложить складки. У нас шов. Вот он. Вот этот шов. Находится не напротив друг друга, вот как мы сложили пополам юбку. Вот линия низа, вот шов. И относительно шва мы просто разводим шов сантиметров на 30 сначала. То есть мы делаем вот такой заворот. Петлю мебиуса. Юбка снаружи как была, так была. Но шов сместился с одной стороны, он уехал аж к краю. То есть вот здесь сантиметров 30. И начиная с 30 сантиметров, примеряйте на себя, как ваше полотно себя поведет. Потому что внизу у нас начинается вот так вот перекрученный край пошел. И наша задача этот перекрученный край разложить ровненько. Это, собственно, и есть юбка. То есть она перекручивается за счет того, что мы перекрутили вверх. Поэтому полотно нужно очень мягкое, волнистое, не дубовое. Иначе вот дубовое не станет такими не спадающими складками. Примерьте на себя. Посмотрите, насколько это хорошо смотрится, насколько вам нравится. Если видите, что мало, можно завернуть еще побольше. То есть 30-50 сантиметров. Больше, может быть грубо. И юбка станет короче. То есть она за счет перекрута пойдет подниматься вверх. Поэтому сейчас мы примеряем оптимальное количество с заворота сантиметров. И перейдем к закладыванию складок. Подкололи. Определились с тем размером ширины, который вам удобен по верхней части. Потому что молнии у нас не будет. Поэтому и резиночка, поэтому и быстрое соединение. У меня это 50 сантиметров для того, чтобы было комфортно надевать. Остальное будет стянуто на резинке. Поэтому и сейчас наша задача равномерно распределить складочки. Лишние булавки. После примерки меня устроило перекручивание. Где вторая часть? Вот так. Вот настолько. Видите, вот он перекрут почти на... Ну, почти на ширину. Немножко мне не хватило на 180 градусов. То есть вот. Почти пополам. Перекрутилось. И тогда мне понравилось, как эта юбка смотрится. Но опять же за счет того, что очень тонкая ткань. Воздушная. Закрепляем место. И смотрите, сейчас мы будем закладывать складочки. 73. Мне нужно 50. 73. Минус 50. 23 сантиметра можно убрать. Каждый... Ну, 23 сантиметра на складки. 24. Округляем. Сколько можно сделать складок? Чем больше, тем лучше. Пускай их будет 6, 8. Вот 8. 24 на 8. Делится по 3 сантиметра. Небольшие, но зато их много. По 3 сантиметра складочки. Давайте сначала определимся с местоположением. Первая складка, само собой, где шов. На 8 на 4 делить одно удовольствие. Складываем пополам. Вторая складка с противоположной стороны. Складываем пополам. Вот вам еще две складки. И делим каждую часть еще пополам. Вот раз, два, три, четыре, восемь складочек нашли. И закладываем по 3 сантиметра теперь в каждую складочку. 3 сантиметра. Складочка. Небольшая. Так, но мы ее тут же закладываем с обратной стороны. Сразу же. Дополнителем в разные стороны. И опять все сохладает. Вторая часть. между ними 3 сантиметра кладочку ну и так далее с обратной стороны смотрим что у нас опять ширина одинаковая и так мы закладываем складки по всей ширине юбки сразу соединяя их между собой все в булавках и таким образом у нас мы не ошибемся и ничего лишнего и не уберем и не потеряем подкололи в обратную сторону идущие складки утолщение вообще никакого все ширина так чтобы легко проходила и сверху и снизу потому что надевать надо как-то без участия молнии и теперь идем пришиваем планочку планку подкалываем с внешней стороны лицом к лицу и пришиваем где-то в сантиметр чтобы синий край остался сверху нюанс смотрите планочка мы ее будем пришивать по размеру как есть так есть она гораздо больше шире чем нужно но я обрежем по месту и обратите внимание я начну начну с того что заверну край планочки вот так внутрь и начну пришивать и в том месте где я дойду ты планкой вокруг дошла у меня остался какой-то длинный хвост я его тоже заверну и стык сошью в это место мы просто ставим резиночку у меня будет уже но готовы готовы вход для резинки не надо быть ничего обрабатывать не забывайте от утюживать швы вот шов есть обязательно под отпаривание или проглаживания нет утюженный шов ровно качественно не сошьете никогда вот место соединения планочки она кривенькая я ее не подровнял я и подровняю сейчас перед тем как собирать и место тоже обязательно тут уже учитывая что одна страна обработанная 2 с двойным подгибом и и даже не буду прометывать идеально ставить резинку вот место просто классно оформлена все больше ничего не надо заворачиваем и подкалываем к месту шва чуть чуть ниже чем шов потому что прошивать мы будем по шву в идеале пристрять присоединение пояса проходит ровно потому шву которому его пришивали получится будет здорово не уверена в своих силах можете просто приметать руками приточиться с изнанки и получается с лица очень ровно и аккуратное место соединения вот это лицевая сторона это изнаночная закроем все очень аккуратно ровно руками на машинке приложили прострочили либо пришила иголочкой все и можно примерять смотреть что у нас получилось носить и получать удовольствие и от процесса и от результата